друзья мои всем привет вот наконец-то я соизволила собраться силами мыслями и записать для вас вступительную часть для типа влога почему типа потому что как вы сами понимаете пропала я если кто смотрит меня давно месяца на на много на целое лето и на осень в общем-то решила я все-таки выйти к вам рассказать что же я вязала что связала чем была занята почему меня так долго не было ну и всякие разные другие новости но я обязательно расскажу вам что сейчас на спицах как продвинулись все мои вязальные проекты закончила я что-то или бросила на половину пути в общем все все с вами привет друзья я тут сижу вижу очередные свои хлопковые носочки помните я вам с вами делилась мое открытие этого сезона хлопковая пряжа не обязательно носочная просто хлопковая это просто какой-то невероятный кайф когда становится тепло после шерстистой колючей пряжи держать руках эту хлопковую ниточку это просто конечно же отдельный вид удовольствия прям я в восторге балдею вижу из альпины multicolor такой красивый цвет коричневый он даже не коричневый знаете а такой молочный шоколад вот такой вот меня узорчик не уверена что я закончу их в этом влоге но все-таки решила показать вам хотя вот такое вот начало красоте очень мне нравится и уже прям прикидываю к ноге это вижу для себя ребенку связала теперь мне надо себе решила связать более практичные с более практичного цвета все побежала вязать а еще я тут перебирала свой гардероб вязаный вспомнила о том что у меня же есть вот такое вот классное пальто висения ну как пальто это скорее вязалось как кардиган но в итоге он оказался очень теплым очень таким жарким можно так сказать тяжелым вот и он у меня теперь выполняет роль верхней одежды связала я его из вот такого вот артикула alize superlana maxi сейчас скажу вам какой-то цвет это 801 у меня было три упаковки по пять штук и осталось два матка вот таких целых и пару клубочков вот и что я думаю я думаю что мне пришла пора связать ему карманы потому что их очень не хватает так как это верхняя одежда прям вот не хватает и вот я думаю достала и думаю наверное свяжу сейчас пару накладных карманов но думаю как их вязать я еще ни разу не вязала вот и думаю как либо начать вязать прямо от полотна да ну то есть набрать здесь какое-то количество определенные петель и просто вырезать до походу либо связать отдельно отпарить и пришить вот как думаете вообще как правильно вязать карманы ни разу еще пока я не вязала лучше конечно было бы вообще вот так вот их обвязать сюда ну там у меня уже слишком грубый шов я кстати вязала его отдельными частями это была одна из первых вещей моих таких вот глобальных после свитера брат вот связала себе такой классный кардиганчик и надо наверное ему сделать карманы чтобы он был более удобной и практичный вот так вот это все обвязывала вообще молодец молодец я даже вот смотрю так вот спустя время да его даже можно носить в люди так сказать единственное что я вот отпарила немножко неудачно где-то с какой-то стороны у меня тут разрезы и у меня одна часть как будто длиннее смотрится вот этот или я так отпарила или я так сшила его в общем это было первое маршивное теперь конечно я такое не допустила ну вот вот такая красота у меня я сейчас буду вязать наверное все таки отдельно я их свяжу и потом уже пришью иголочкой блин вот я кстати его все думала распустить и перевязать а потом тут кстати получилось спущенное плечо классная но подумала допускай уже будет чё если уже вязать то новое что-то связать у меня есть кстати упаковка такой же нитки даже две по-моему упаковки вот такой голубой это я хотела вязать цельную вязаную планку кардиган с цельно вязаной планкой такой спортивный что был длинный но не хочу я просто поняла что в нашем климате не очень подходит эта нитка это она слишком теплая для для одежды до для второго слоя жарко в ней на общем на такую холодную холодную весну я же как-то его показывала вам давно в каком-то влоге ну вот все побежала это опять тут начал уже разглагольствовать и и так я начала вязать вернее пришивать связала уже и теперь пришиваю чуть не забыла что надо под снять и вам показать что у меня получилось разложила их и сейчас пытаюсь пишет но уже понимаю что я поторопилась надо было сначала заправить ниточки а потом пришивать вот такие вот тут у меня кое-где есть узелочки но я думаю что я сейчас вот здесь вот закончу я как-то странно начала пришивать не с той стороны снизу начала пришивать но вовремя опомнилась оставила чуть нитки для того чтобы вверх до подняться вот сюда потом стежки сделать вот здесь у меня булавочка приколота в общем сейчас вот дойду до этого края и разверну карман и по закрываю вот эти все нитки по прячу чтобы было все аккуратно вот так вот получается смотрится конечно не очень но мне свет не ходить это я делаю для работы сейчас вот как раз буду работать выходить там немножко холодно и нормально такой рабочий обычный кардиган как говорится и не жалко и теплый вот что получится обязательно покажу надеюсь завтра даже уже и покажу так девчонки всем привет я сегодня на работе решила показать вам что же у меня в итоге получилось с моими прекрасными карманами я тут немножко не одета не не в тему вот ну так примерно хотела показать вам как это выглядит почему-то они такие странные под наклоном получили вот потому что у меня наверно вниз катился итак у нас тут небольшое подключение получается хочу показать вам что я продвинула за столь продолжительное время то есть за пару дней вот уже отвязала пяточку вот такую прекрасную без клина делала ее вот сразу начала вывязывать рисунок после пятки и конечно же я потом пожалела надо было все таки провязать вот столько хотя бы вот а потом уже объединять в круг рисунок потому что вот эти дырочки как раз оказываются примерно на середине пятки вот такие вот у меня новости не особо большие конечно же но все таки такая пяточка аккуратная получается в общем остаток у меня отма . вот такой и я вот что решила буду вязать длину носков ровно столько высоту до насколько мне хватит вот этой ниточки не буду добавлять не буду присоединять я думаю что здесь хватит еще примерно вот настолько наверно сантиметра 34 ну я считаю что для летних носочков это вообще отлично вот они вообще по идее играют чисто такую номинальную роль носки не в роли утепляющего до какого-то фактора более такого наверное уютного что для домашнего ношения я люблю носить носочки не люблю голыми ногами ходить вот поэтому мне в самый раз будет длина 205 метров принципе хватит спицы 2 миллиметра и кстати набирала я 28 с каждой это 56 петель но у меня ее размер ноги маленький 36 37 по длине 36 по полноте 37 ну такой ближе к 37 вот поэтому не хватает вообще я выгодный пользователь носочков носочные пряжи мне можно с коротким пагалин ком пару две пары пару пар связать все побежала дальше работу делать вот отключусь как будет что-то у меня новенькое происходить так и так так и так все заболталась у нас уже вечер и я готова показать вам завершающую стадию отвязывание моего капюшона забыла даже как называется вот так вот у меня получается здесь небольшое скругление и наверное через пару рядочков я буду закрывать постараюсь закрыть петля в петлю как получится не знаю и уже буду переходить к отвязыванию резинки внизу и потом завершу все это дело планкой все еще чуть-чуть и будет готов мой худи кардиган вот несколько раз мне хотелось остановиться конечно же этот капюшон уж очень долго вязался у меня еще при том что нет у меня времени совершенно хотела бросить его сначала отвязала думаю все сделаю воротник но подумала нет все таки не буду делать воротник решила делать капюшон значит надо делать капюшон все и на этом и порешала вот сейчас закончу уже наверное сегодня постараюсь закончить вот по таким вот кусочком я ежедневно примерно я отвязываю как вы понимаете это было долго вот судя по тому как их вышел мой этот влог такие вот у меня новости резинка я думаю будет быстро уже будет как говорится на завершающей стадии все пошла вязать дальше как только будут новости подключусь и обязательно вам покажу и мне и и и и итак моя красота готова сижу тут вот подбираю потихонечку пуговки и посмотрите как прикольно получается сразу нет цвет не тот думала сначала возможно белый но он такой не белый жемчужный тоже нет возможно это но они какие-то тяжелые кокосовая тоже нет убираем с вами сейчас тут подберем приложила прозрачную можно было бы до чтобы цвета никакого не было но нет белый тоже не то пальто мне как как будто бы мне кажется нет такого хотя серый заметьте да он ко всему подходит но не конкретно в таком полу спортивном изделие так ну это конечно же тоже нет хотя прикольно досмотрится так но не то это все-таки спортивный стиль поэтому золотые пуговицы убираем сразу так вот если черные убрать допустим сделать если все вот такие будут нет конечно же нет и так у нас остается два варианта либо вот такие красивые перламутровые они какие-то тяжеленькие такие но это скорее всего как из ракушки как будто бы ну и вот такие пластиковые черные и я склоняюсь к черным пластиковым мне кажется больше всего они походят яркие как будто бы акцентные да только у них три штуки вот это плохо они есть еще одна но на ней из этой коллекции вот таких ну одно понятно точно что черные да а сколько у меня дырочек у меня получается 1 2 3 4 5 вот такая вот необыкновенная красотища у меня получается как считаете классно же да все тут кстати еще одна да нет ну да тут еще на дырка есть в общем читаю тут дырек столько помогало ну черное мне нравится все отлично так раз пойду еще в запасах порой сможете это еще есть есть а вот таких у меня много пуговок сейчас приложим приложим правильно говорит или прикладем вот они штук брякают какие-то такие как с этой с ракушки так вот получается на самом деле знаете что хочу сказать что мне не нравится вообще пуговицы мне не нравится вот это вот окантовка потому что лучше всего наверное будет замок но не знаю вот такая вот у меня получилась красота но все-таки черный мне больше нравится пойду поищу может где то есть запасах мы посмотрите сразу изделие играет совершенно по-другому я ходила уже в этом изделии своем долгоиграющим и в общем дальше туда вам обязательно покажу на себе сейчас примере покажу расскажу что то как какие ощущения какие ошибки и что мне понравилось ну что же пришло время показать что же происходит с моим в общем вы поняли с моим распущенным джемпером джемпер альпака брашт альпака силк ну в общем вы поняли кто со мной давно тот помнит эту историю и ну и как вы видите я снова решила перевязать на этот раз уже как мне кажется более удачный вариант получается и хочу обратить ваше внимание на то как выглядит пряжа спустя 2 наверное раз-два до 32 или три я уже сама короче с это за счет и сбилась в общем распуска при этом пряжа была уже от вытащена скажем так неграмотно было в общем постирана ношина пару раз одета распущена заново перевязана ну в общем всю предыдущую историю можно посмотреть моих предыдущих влогах и вот что сейчас у меня происходит с этими клубочками вот такое количество ниточки у меня хочу сразу сказать на полный круг уходит плюс минус вот такой моточек сейчас я уже дошла до подрезов разделила на две части вот как вы видите одна короче другая длиннее полочки то есть спинка и перед делать скос и плеч я скорее всего не буду сделаю просто квадраты вот спинку чуть длиннее перед чуть короче для того чтобы не сбился рисунок и в общем поменьше дергать эту пряжу вот такой незамысловатый у меня рисуночек сразу хочу вам показать я же тут одну полосочку провязала девственно новой пряжи и хочу показать как она выглядит по сравнению с сто раз распущенной перевязанной ну и так далее да вот она вот он верхний рядок вот этот вот конечно же конечно же она выглядит гораздо лучше равномерная равномерная пушистая прекрасная я вот тут накосячила возможно даже буду ее распускать вот дырочка у меня не так пошла на распущу все таки мне не хочется это будет перед скорее всего вот ну и представьте да и вот это ой страшилище и вот страшилище и вот красота в общем смотрите но я видела отзывы что после повторного перевяза после стирочки все будет ок все распустится прекрасно разойдется просто конечно же сейчас она колтунами я ее как-то хотела намочить вот это вот тоже видите почти не использованная пряжа разок наверное не постиранная поэтому она классная вот но это вот она конечно такая ну я надеюсь на то что после стирочки это все будет замечательно выглядеть все разровняется все прекрасно разойдется будет пушистый равномерно все равно потом клоками возьмется такая у нее такой вид слегка поношенный будет как будто не слегка вот что хочу сказать в этот раз я видите как вышла из положения замиксовала сначала хотелось сделать их прямо по очереди раз два три раз два три раз два три а потом подумала да зачем мне раз два три я буду вот светлый главное чтобы не попал к лицу близко я начала с него провязала да вот резиночку посередке так чтобы для гармонии было не сделать же одну совершенно полосочку и сейчас вот у меня третья полоса я посмотрела мне примерно надо на верх мне надо будет раз два четыре полоски вот плюс-минус четыре полоски две уже готовы ведь я уже другой цвет начала нос я распущу потому что вот из-за этой вот ошибки прямо на мне не нравится вот пряжа хорошая ну не распущенная непорядок надо распускать как-то так в общем четыре мне нужно будет рапорта для того чтобы вывязать перед начать то еще вот раз-два на на третьем начну уже углубление ввязывать по переду самое ответственное начинается вот тут конечно зря я сделала вот это вот про мне не нравится эта полоска ну как сделано так сделано все таки видите да когда они даже рядом оттенки но чередуются гораздо лучше смотрится напоминает мне чешую такая вот красота все я побежала на работу подключилась тут вам показать рассказать что хоть что так хоть какое-то небольшое видео фрагмент снять потому что далее у меня будет я чувствую просто я довезу его и по итогу покажу вам уже на себе возможно если он мне конечно по размеру будет конечно он тут у меня почти идет у него нет свободы облегания практически но и уже наш ну я уже была брала вернее в носку это изделие из такой пряжи я хочу сказать сильно широко тоже не прикольно потому что поддувает а хочется это все к телу в общем понимаете меня поэтому я поняла одно что теплые вещи не стоит делать слишком широкие а если делать широкие то они должны быть явно не из такого материала так все по крайней мере это мне так кажется у вас может быть конечно свое мнение все я побежала уже на трещала вам на целых практически 7 минут ну я думаю что это надо сделать и обязательно показать и вот такие вот остатки ну я думаю что мне хватит как раз и на рукава и на спинку и на перед ну если не хватит докуплю по-любому в магазине что-то осталось либо вот такой цвет либо розовый либо сиреневый что-то досталось одного . я думаю мне будет достаточно если не хватит ну я думаю хватит потому что у меня нормально таки полноценные клубочки остались все побежала так как говорится с пылу жару только что закончила вот такой вот с ветерочек для собачки для той терьера не знаю вязала в первый раз связала примерно немножко там подсматривала длину в общем ширину и вот такая вот распашонка у меня получилось вернее с ветерочек вот сейчас пойду постираю конечно он такой плотноватый так у прям я старалась затягивала ниточка толстая вот такая это китайская какая-то непонятная шерсть написано с яком ну что-то я сомневаюсь кстати еще не поджигала надо будет поджечь если найду этикетку прикреплю но это не точно в общем вот такая вот чудо-юдо получилось пойдем стирать потом пример очку когда сделаю покажу вязала на 375 рукава на четыре с половиной закрытие обычная имитация наборного края и здесь и там не заморачиваться потому что вдруг вообще это все придется распускать надеюсь что нет все пошла стирать ну и друзья хочу похвастаться вам своими покупочками вот вчера заехала в наш местный магазинчик и купила вот такую красоту 100 граммовый моточек 4 нитка мире на як хочу связать перчатки тепленькие и носочки тут хватит и на носочки на перчатки вот ну что сказать цена конечно у него полторы тысячи ну я надеюсь что она того будет стоить я видела готовые перчаточки просто из этой нитки там у девушки продаются у хозяйки этого магазинчика они вообще классные прямо ними так понравились такой пушочек там выбивается классный хочу такие перчатки не себе так ребенку своему дочке так какой номер давайте покажу вот такой 9801 630 вот ну рекомендовано думаю спицы от 2 и выше тут вот где то есть до 23 уже опыт такой что видно по ниточке на но это обычно упала обычная 4 нитка тонкая 420 метров 400 метров 100 грамм не чуть-чуть потолще в общем то вот такая красота пришло время наконец-то подвести итоги что же все-таки у меня получилось готовое что же у меня все-таки брошенное осталось ну и как вы уже можете заметить я нахожусь в худи в своем кардигане который я в принципе вам показывала уже что я его довязала даже показывал на себе до сих пор кстати я не не пришила пуговицы потому что мне показалось что они вообще как бы особо не нужны я и не застегивал их там пару раз одевала этот кардиган и в общем-то пуговицы мне не особо были нужны не было у них так сказать потребности вот правильное слово ну ничего обычного кардиган как кардиган я вам и вот сто раз уже показывала до этого когда вязала вот такой смешной капюшон у меня получился вот он скорее просто для красоты или уже когда будет допустим какой-то ветер сильный дуть уже можно будет одеть но ветер идут не будет потому что холод его не оденешь он как бы тонкий и дырявый да вот так вот связан вот точно и вязкой а в тепло жарко в нем вот опять он не подошел по климату ну я думаю распускать пока не буду будет он пусть полежит а вдруг пригодится вот так вот такие вот дела второе изделие которое я вам показывала на протяжении влога пару раз делала подключение по итогу связала даже носила даже я хочу вам сказать довольно удачная модель получилась применимая в жизни я люблю такое носить когда не слишком жарко вот ну и когда чуть прохладнее так становится тоже нормально а так как у нас в этом году лето было ужасное оно было просто холоднющая не знаю какой поэтому мне это изделие пригодилось ну и как вы можете догадаться это носочки носочки про которые я вам показывала рассказывала сейчас я сниму с блокатора и покажу вам так поближе оказались они в носке довольно практичные вот я их уже носила уж простите показываю вам ношеные но других нету а все лето как бы терпеть тоже знаете ли в общем носочки которые я вязала показывала вам показала кардиган показала сейчас еще после этого эпизода вставлю что же у меня случилось распущенным джемпером из альпаки вот и сейчас хочу показать вам изделие которое я связала но не показывала извиняюсь сразу что она мята эта футболка из стопроцентного льна вязала я торопилась перед отпуском чтобы закончить для того чтобы поехать в отпуск и в общем то ничего особо такого знаете примечательного лен да и лен видео он такой как кажется немножко блестящий но в живую он не блестит это почему-то на камеру он такой блестящий вязалась двумя шивными деталями перед и спинка сшивала получается плечи и бока вот никакой обработки по низу нету просто наборный край вот это я вывязывала одновременно ну то есть не под не обрабатывала потом взяла сразу что хочу сказать он оправдал полностью мои ожидания лен он лен оправдал полностью мои ожидания мне было не жарко не парка было классно единственное что я вы знаете пожалела что это не платье поэтому так как у меня есть еще лен точно такой же но другого цвета и столько же по граммам я решила связать платье поэтому на следующий год будет платье вязала на бамбуковых спицах чагу 275 купила специально неразъемные для того чтобы было полотно стало хоть немножечко вы знаете подвластно и даже вот можно посмотреть часа кстати покажу вот начало я вязала на металле вы видите кто в лес кто по дрова какие больше какие меньше потому что пряжа оказалась очень очень скользкая вот вязала кстати в 4 нити полутора тысяч 0 пока я не купила вот эти бамбуковые спицы бамбуковые спицы уже далее вот посмотрите уже совершенно другой другой совершенно результат видите уже ровную прекрасно замечательно вот такие петельки получились уже совсем другая история и и так как начиналось до размер замечу один и тот же только здесь металл а дальше идет бамбук вот что значит правильный материал и правильный номер спиц вот и второе изделие которое я вязала летом но не показывала потому что его настолько долго вязала что я сама в шоке это вот носочки 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 из двух остатков ализе artisan и 1 и 2 вот вернее как не остатки молочно это я специально купила для вот таких вот хеликсом изделий поэтому это не остаток у меня его еще много а это остаток еще там остались клубочки уже вязала 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 думаю но не гольф уже вязать самом деле вот вот такая красота их я выставила на продажу на авито если интересно можете перейти посмотреть ссылку оставлю в описании обязательно вот заодно посмотрите какая цена а во сколько я оценила свой труд такая смешная женщина ну и еще у меня есть одно небольшое тоже изделие я его вязала и тоже не показала хотя я вам рассказывала что хочу это сейчас так засветит в общем вот это носочки из хлопка предыдущем влоге я вам показывала рассказывала брала в леонардо белый хлопок и совсем чуть-чуть там идет полиэстер он такой как пушок сверху как снежок знаете блестит и вот так же блестит это пряжа хлопковая и вот напыление как будто идет какое-то полиэстеровое такой волосочки что хочу сказать толстый хлопок 200 метров здесь 100 грамм не удобно носить некомфортно неприятно толстая нитки впиваются в кожу в общем не знаю как у вас у меня вот такие ощущения поэтому вот эта история гораздо интересней носибельней и приятней для ног и для рук в том числе вязать вот кстати еще раз покажу прям довольно похвастаюсь вязала я снизу вверх но вы видели я показывала подсъемы вам делала закрывала резиночку вот со скрещенной лицевой делала закрывала псевдо наборным краем как обычно я люблю я сейчас приноровилась в носочках закрывать именно так недолго удобно не стягивает не то что вот сидишь копаешься копаешься вот с этими вот как здесь да например я петля в блин вот не показать вот петля в петлю делала ну и толку не особо то и красиво да так то намного красиво красивее вот не так то и лучше чем когда ты делаешь это псевдо наборный край этот ну нисколько не уменьшает удобности так сказать если можно так сказать все они от не все они все я же еще хотела рассказать вам показать посмотрите какие огромные носки носище носище это носочки на продажу мужские в общем я вам в прошлых влогах в том году еще рассказывала как решила я в общем магазин отнести свои изделия и вы знаете все продается это прям на удивление и поэтому я решила не останавливаться если покупают то почему бы не продавать покупаю я сейчас простую пряжу от пихорского комбината на так и называется простая у нее состав 50 на 50 цена у нас моточка в 150 рублей оптовая цена я покупаю так чтобы оптом ну там условия определенный да там на определенную сумму покупаешь и получается у тебя оптовая цена и продаю за 600 рублей в этом году я цену подняла вот вяжется быстро ну конечно если не вот такой огромный уходит как раз моточек там чуть-чуть не хватает в этот раз но у меня тут я чуть просто широко слишком сделала вот и поэтому так получилось а так принципе моточка должно хватать по идее вот тоже вязала два вместе от мужчин да вот и все все вам рассказала чем была занята а чем я была занята работала вот работала все лето и периодически эпизодически подскакивала и что-то вязала все до новых встреч надеюсь я не пропаду позже больше посмотрим как еще загрузится этот влог надеюсь без всяких проблем вот ну шорс вроде бы загрузился перед этим классно быстро без всяких за заморочек поэтому всем пока пока обязательно с вами встретимся по любому я все таки решила что буду снимать дальше и до новых изделий до новых свершений обязательно подписывайтесь ставьте лайк пишите комментарии рассказывайте как провели это лето что навязали что может новое узнали все всем пока пока до новых встреч